Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Я Айти, и сегодня мы обсудим майндсет, то есть мышление Fake it till you make it. Что же, давайте приступим. Ключ к этой жизни очень прост. И чтобы усвоить то, что мы хотим усвоить, достичь того, чего мы хотим достичь, и стать тем, кем мы хотим стать, нам нужно усвоить одно правило. Fake it till you make it. Что же такое fake it till you make it? Это когда мы делаем вид, прикидываемся, что мы уже являемся тем, кем мы хотим стать, что мы уже имеем то, что мы хотим иметь, что мы уже достигли того, чего мы хотим достичь. И это никакая не магия. Это все доказано с научной точкой зрения, потому что все, что мы делаем, мы делаем из себя и своих мыслей. из своего мозга. И если мы поверим в то, что это наша реальность, то мы будем стремиться к той реальности, которую мы чувствуем, в которой вы прикидываетесь и делаете вид, что вы уже там, вы уже достигли того, вы уже тот человек. Достичь того, чего вы хотите достичь, вы реально должны повторять это слово, это предложение про себя. Fake it till you make it. Вы должны каждый раз, когда вы смотрите на зеркало, каждый раз, когда вы делаете, спите, вы просто обязаны повторять это. Fake it till you make it. Давайте я вам объясню. Все в этой жизни приходит в реальность из наших мыслей. Мы сперва думаем об этом, нам приходит идея, а потом мы разбираем это на детали, а потом мы уже приступаем к работе. Это может получиться не с первого раза, но оно всегда получается. И ключевая мысль в том, что все в этой жизни приходит в реальность из наших мыслей. Возьмем, например, телефоны. Почему телефоны появились в этой жизни? Только потому, что какой-то человек захотел пообщаться со своим другом издалека. И, видите, мысль, все из мысли. Потом он получил идею. Потом он разработал идею. Он подумал о том, как воплотить это в реальность. Он поверил, что это возможно. У него было вот это чувство возможности, реальности. Он поверил в свою идею. То же самое работает в жизни, в любой сфере, с любой мыслью. Но если вы можете думать об этом, если вы можете прожить свою мечту в своей голове, то вы можете ее достичь. И это вполне реально. Но вы далеко не уйдете, не знав, как разработать все это, как воплотить все это в жизнь, как воплотить fake it till you make it в реальность и соответствовать ему. Первым делом вы должны создать лучшую версию себя. Все в этом мире истекает из вас. И вы должны работать над собой всегда, постоянно. И даже если вы думаете, что все у вас идеально, вы все равно должны работать над идеалом. Потому что время меняется, наши мысли меняются, наши перспективы меняются. И мы всегда должны работать над собой, чтобы сохранить тот баланс, который мы уже создали в себе. Чтобы стать лучше и чтобы создать самую лучшую версию себя, вы должны знать, кто вы такой. И свои маленькие привычки, и ваши минусы, плюсы, все. И вы должны знать, как выглядит та лучшая версия себя. И под создать вашу лучшую версию себя я имею в виду, чтобы вы взяли листок бумаги и ручку или же карандаш. И вы записали туда все, что вы хотите увидеть в себе. И все, что у вас возникло в голове, когда вы подумали о лучшей версии себя. И если вы не знаете, с чего начать, то есть вопросы, которые могут вас направить. Так, мы берем бумагу. Мы делим эту бумагу на две части. Мы пишем внутреннее и внешнее. Потому что каждое развитие себя происходит в двух этапах. Внутреннее и внешнее. Когда мы фокусируемся на внутренний мир, когда мы фокусируемся на внешний мир. И я хочу, чтобы вы знали, когда мы уже берем ручку и пишем нашу идею, наши мысли, наши хотелки на бумагу, они уже становятся материальными. Они уже манифестируются в реальный мир. И оно уже не абстрактно. Вы уже это не забудете. Потому что оно уже в материальном мире, а не только у вас в голове. И оно не улетает. Если вы уже поделили и вы чувствуете себя готовым, чтобы ответить на вопросы, то подумайте о своей лучшей версии себя и постарайтесь ответить на эти вопросы. Так, значит, внешний. Как ваша лучшая версия себя одевается? Какой стиль у вашей лучшей версии себя? Какие места ваша лучшая версия себя посещает? И с какими людьми ваша лучшая версия себя окружает? Внутреннее. Какая рутина у вашей лучшей версии себя? Какая лучшая версия себя привычки? Какая манера речи? Какой поток мыслей? И как ваша лучшая версия себя держит себя? И я хочу, чтобы вы сфокусировались на внутренней части этого листа, этих пунктов. Потому что всё, что происходит вокруг нас, исходит из нас. И если вы сфокусируетесь на внутреннем мире, и если вы проработаете всё, что вы должны проработать, и будете стремиться к тому идеалу, то внешний мир и изменение внешнего мира вам удастся легче. Потому как мы перешли к другому пункту, я хочу поделиться с вами одним лайфхаком, который поможет вам, напомнить вам, чтобы вы стремились стать лучше в версии себя. Когда вы будете в какой-то ситуации неприятной вам, или наоборот приятной, вы постойте, подумайте и спросите себя, что бы лучшая версия себя сделала сейчас. Подумайте над ответом и поступите так, как ваша лучшая версия себя поступила бы. И это реально поможет шагнуть в тот идеальный образ себя. Привыкнуть и задать себе этот вопрос, и поступить так, как ваша лучшая версия себя поступила бы. Итак, шаг за шагом вы заметите, что вы уже там. Если говорить простыми словами, то вы попросту запрограммируете ваше мышление на то, чтобы стать лучше, на то, чтобы изменить свою жизнь. И когда вы начнёте сделать вид, что вы уже там, что вы уже лучше, что вы уже достигли того, чего вы хотите достичь, то вы выиграете. То вы увидите через некоторое время, что вы уже там, и это вас вдохновит. И, пожалуй, самый важный пункт — это доверитесь себе, потому что многие из нас не верят в себе. И они доверяют своим друзьям больше, чем себе. Я понимаю, что можно доверять друзьям, и это отлично, если у вас есть друзья, которым вы можете довериться. Но вы должны верить себе больше всех, доверять себе больше всех. Никто не живёт вашей жизни, и никто не может знать, что подходит вам лучше, чем вы сами. Я не знаю, поймёте ли вы это, но действительно у всех своя жизнь. И сколько бы ваши друзья не заботились о вас, сколько бы ваши друзья не знали бы вас, вы всегда будете знать о вас больше, вы всегда будете знать, и всегда будете на шаг впереди от ваших друзей. И поэтому вы должны верить в себя, вы обязаны довериться себе, что у всех своя жизнь, у всех свой путь. И никто вас не возьмёт в цель и конец вашей дороги. Как бы грустно это ни звучало, как бы, ну я не знаю, может быть, вы разочаровались, узнав это, услышав это. Но это действительно так. Давайте себе, знайте себе цену, и определите, где вы хотите видеть себя. Какова ваша лучшая версия себя, и стремитесь к этому, потому что истинный ключ к жизни, к вашей жизни, к счастливой жизни, вот здесь у вас. Надеюсь, что это видео вам помогло, и я увижу вас на моём следующем видео. Stay inspired!